природное животное животное в своем естественном состоянии ведут очень простую жизнь все для них совершенно очевидно очень просто совершенно естественно это мы люди все усложняем лисящи сказано природные животные ведут очень простую жизнь так вот животные просто живут они не живут прошлом они не ведают будущего животные пребывают в реальности но у них не хватает немножко того что есть у людей вот того самого мест который к богу напрямую приводят но они живут простой естественной жизнью они ее не усложняет понимаете усложняет все своим ментальным сознанием человек у него все сложно все безумно сложно за что не возьмись сложности мелочах больших таскать вещах все в чем угодно сложности но сплошные вы заметили линию если бы животные вот таких сложностях жили то бы они не спали 70 процентов времени отдыхали банана то они все время суетились эти сложности воспроизводили нервничали переживали они же спят я всех покормили нормально спят все в порядке до прячет датар мной спрячила спрятала и что она напомнит да она что думает когда спит об этом когда есть захочет придет туда и все в реальном моменте времени голос заставит подойдет съезд а у людей все не так вот человек как переходное существо от мира неведения к миру истины должен обрести наконец гармонию в общем с окружающим миром да но изначально не с окружающим миром обрести гармонии это невозможно сделать пока не будет установлена гармонию внутри меня а мы пытаемся гармония с внутренним миром установить сейчас поселюсь сельской местности буду кушать экологически чистые продукты дышать свежим воздухом и гармония будет куда же вам деть то голову куда вам деть эту бетонную мешалку мысли то деструктивной пронзают все и куда бы не спрятались какой бы экологическую чистой пищу не ели в голове мешанина то есть внутренние гармония должна быть обретена изначально так как истинную любовь мы говорим только тогда может гармонии быть во внешнем мире ясно меняя жен мужей место жительства гармонии вы не установите внутренние и и не будет понятно на и внутренние гармония должна установиться а потом гармонизируется ну вся остальная жизнь вот та жизнь которым за и внешней жизнь понятно вот человек такое существо животное находится на своем плане бытия на витальном благе во внутренней гармонии вот то что у них есть они этим довольствуется так я понимаю наверное все у них ну сбалансировано в этом плане если они кушают друг другу только кушать по необходимости потому что они плотоядные а человек кушает друг друг даже когда он сын друг друга же вы едите поедом едите психологически сжираете каннибализмом занимаете знаете как начальник когда над подчиненным издевается выживает сажает и жрет его как земном уже ли муж жену в семье кусают дети там понимаете да какой гармонии может быть речь нам бы съесть бы кого-нибудь так что психологический каннибализм человечестве процветает ну вообще говорят даже и так едят едят ведь какой-то президента республики там бакаса как его фамилия это в холодильнике держал печень своих врагов там периодически кушал вот сил набирался ну была же эта история знаете да но бакаса эта фамилия он президент какой-то центральной африканской республики где людоедство просто ну гурманы там там ну просто так надо там понятно китая в японии ну может и кушает не знаю в японии они креветки обычно едят морепродукты так я понимаю ну может быть вообще в этом мире ничто теперь же не удивительно если на органы что-то там продают убивают раздают так что там что остается съедят ночью вот вот если на пересадку куда-то все берут вы понимаете вот до чего все это дошло сегодня медицинских целях живой человек продает орган почка там отдают часть печени но я понимаю сам соглашается объект убивает людей списывают на войну там потом это все бизнес там большие деньги крутятся я думаю что это известно это как бы полумиф верь не верь но пересадки какие-то идут значит откуда то получается донорские материала материал должен быть свежим только потому что он уже потом не годится нет я просто знаю когда первые пересадки почки шли в клинике лопаткина я учился в это время мы знали что в течение вот полчаса скорая должна доставить человека с там уже не бежит жизни вернуть нельзя черепа мозговая травма все там конец а уже почти живой полчаса нужно иначе почка не годится уже первые почки пересаживали шестьдесят пятом году все отчет 1667 профессор лопаткин вот был такой у нас лекции читал более в этой клинике занимались и вот там эти стать операции первые делались я пришла к выводу что в чрезвычайном напряжении обстоятельств должна содержаться великая преобразующая сила так вот один из основных законов сложного многоуровневого эволюционного процесса с закон поддержания продуктивной энергетической напряженности в эволюционном поле то есть человечестве всегда должна быть напряженность вот я говорю наш пароль я спрашиваю человеку как это самая обстановка твой да ничего накаляться она должна есть обстановку накаляется значит все в порядке любой накал обстановке позволяет душам проходить всестороннюю огранку эволюционную то есть душа набирают силу то есть преобразующие духовная сила только в поле напряжения способна проявиться и получить статус действующих понимаете да чем сложнее обстановка на всех планах бытия тем качественнее духовный продукт но это закон эволюции то есть закон поддержания продуктивной эволюционной напряженности атак его обозвал вот как я так написал его я думаю что можно как по-другому сформулировать набор понятно на любом плане напряженность она растет внутри вас есть напряженность вот какая-то внутри полемика то начинали вы с это вот где-то внутри напряжён в семье напряженность в социуме в коллективе напряженность межнациональный напряженность межгосударственная напряженность до религиозной конфессии там разные направления между конфессиями напряженность все напряжено все вот в таком . стане напряжения если вы в этом состоянии напряжения начинаете отсекать вот эти эгрегоры которые напряженность вас вызывают и в состоянии ровности прибывает то то что вы растрачиваете даже как вот в этом улице напорю все аккумулируется вашей душе то есть эта энергия идет на преобразование духовные начинают наполнять вас силы не будет напряженности вы силой не наполнитесь вы же расстрачиваете массу энергии просто так вовне а энергия дар кумулятивно накапливаться хоть есть напряженность если вы оставите таскать как бы установить и ровность сознания то эта энергия вот эволюционное поле которым напряженности прибывает она пойдет на трансформацию на духовные вот и все атаку обстоятельства тратите вот на всех уровень напряженности разбазаривать свою энергетику внутреннюю в семье там на работе в политике у вас все прям вот так вот вы ко всякой бочке затычка найти напряженность обязана быть но вы должны стать вне ее ясно вот такая интересная парадоксальная вещь что это закон продуктивной эволюционной напряженности не будет конфликтности не будет эволюционного процесса это конфликтность напряженность не будете эволюция становится и там где сознание усредняется где нет конфликта где все всем довольны эволюции нету все она остановилась вот на западе стремятся создать такое общество но все оно не получается заметили им туда этих самых арабов подбавили добавили а то они там уснули вот все конфликтности добавили чтобы хоть что-то было а так совсем уже в них замечательно все так не должно быть в америке трампа добавили ну добавляется чтобы что-то было ясно а то так спокойной жизни вы хотите никто у меня не даст если вы не обретете внутреннего спокойствия во внешнем мире спокойствие не ждите его не будет не та задумка у господа чтобы сделать все кто же 5 одинаково счастливыми добрыми замечательными вот не то задумка совершенно другая продукт духовные должны состояться он может только в поле напряженность состоятся нет напряженности нет эволюционного процесса что отчеты хоть что в китай да в китае все в порядке китай единственная страна в мире которые в общем-то пытается жить по правде божией оказывается и вот та самая политика которая была неуместна у нас в россии или в ссср двадцать четвертом году вот тот бухаринский не пункт который предлагал в китае когда созрели определенные условия нет политику реализовали у нас ее нельзя было реализовать у нас была чрезвычайно экстремальная ситуация вот этот постепенный переход у нас был невозможен они взяли эту политику правильно сделать дэн сяопин мудро провел этот огромный корабль с миллионным населением через эти рифы если бы развалился китай обладая атомной бомбой если бы он как советский союз рухнул ну я не представляю что было бы в мире вообще ясно чё-то китае чем-то кита ненависть хорошие ребята ты думаешь у них благодать то напряженность всегда есть китае есть но она не такая как она скрытая напряженность важным отдельным человеке есть напряженность может там этого и достаточно есть полтора миллиарда во внутренней напряженности пребывает может этого и вполне достаточно у нас не так много населения даст там 130 смели и миллионов там напряженность нужно на всех фронтах ну понимаешь да ну сумма на даже все в порядке китай он есть китая а что что да там тоже да за счет численность там сумма 1 напряженность она вполне нормально то есть все сбалансировано ты думаешь у господа табык не на учете все очень учтено нормально учтено не волнуйся он ошибок не допускает нам хочется его подкорректировать нам хочется как поправить вот у него все сложено вот мать поясняет помощь всегда есть в том смысле что совершенно бесплатным образом ощущается действие божественной силы ощущается некое давление этой силы на всех людей и все сопутствующие обстоятельства организуется благоприятном направлении так чтобы с ними с людьми действительно произошло самое лучшее и лучшее с точки зрения иерархии то есть самые высокие самые чистые попадают как бы в центр вокруг которого все организуется все организуется с учетом иерархии каждый своим правом на прогресс но как бы в большей милости оказывается тот что ближе всего к божественному и лучше всего его выражает здесь мать поднимает очень тонкий вопрос об иерархичность сознания мы это говорим об иерархии что есть некая иерархия там всякая где-то шамбала еще там кто-то то есть иерархии каких-то личностей которые существуют на тонком плане бытия надо сказать что вопрос об иерархичность сознания иерархичность и не в смысле превосходствовали главенство одних но другими а в плане степени зрелости сознания в части динамики продвижения человека господа медленнее быстрее там действительно есть иерархии если ты стал на путь сознательной эволюции что там чище и выше у тебя сознание ты находишь на более высоком уровне в иерархии божественной не главенство здесь на земле не командую с чем-то а вот на том уровне который действительно предполагает иерархию сознания по мере приближения к божественному то есть по максимуму когда исполняешь свою роль только начал то есть в этот динамический процесс и такая иерархичность существует существует то есть становится понятной закономерность что человек выбравший для себя путь сознательной духовной эволюции по мере продвижения по выполненному пути по мере духовного прогресса получает все большую помощь от господа вы ближе к нему продвигаетесь сознание очищается элементы его перестают влиять на вашу жизнь и тем как более укрепляется канал вашей связи с божественной идет помощь напрямую и в конечном счете при умолении его помощь напрямую просто действует только эта помощь духовная помощь в одной и руководит а вы идете по жизни благодаря ей только ей понятное по мере умоления год все происходит то что иерархия вот в таком плане она выстраивается выстраивается вполне так сказать разумно то есть каждая получает по мере по степени просветленности его сознание по мере приближения его сознания к требуемым результатом иными словами тот кто лучше всего выражает божественное тот и получает от господа наибольшую поддержку и благоволение то есть все по правилам по закону божественно обмануть нельзя тогда ваша жизнь выстраивается целиком по его воле целиком выстраивается так как угодно ему и так как вам комфортно и благодатно потому что ваша воля индивидуальная человеческая она полностью сливается его воли то есть у вас нет своеволия а есть единство воль божественной выше человеческой ваш и тот человек который получает стопроцентную по сути поддержку от господа он ее получает но он не кричит я получаю поддержку от господа я самый главный я должен вами руководить вот эта скрыта иерархичность сознания она выражается в получении поддержки от господа понятно вот она иерархия и человек который получает стопроцентную поддержку он даже не понимает что он ее получает то есть он не понимает свое значение что он там какой-то великий что он совсем рядом там где-то с богом или уже почти в боге ему мысль такая не приходит потому что оценивать себя и отчаянивать свой статус духовной в частности может только это если ага сохранилась то она можете оценить если это нет то никакой оценки внутренней человек себя дать не может ясно он просто знает что он вот он такой даже если что-то в жизни у него происходит ну как господь ему благоволит он считает незаслуженным какой-то такой чтобы ко мне это все шло но принимает это но отнюдь этим не печится и не возводит этого в рамках что-то особенно что он какой-то особой в чем-то отличается от других людей то что иными словами это не не иерархия которая выстроена людьми как это бывает при ну ранжирование духовных наставников различных степеней вот это мастер такой это мастер такой-то этот уже там супер мастер вот к нему приходите учиться он там вас чему научит этого нет истина духовное ранжирование но скрыто и никто об этом не объявляет кто он такой что он такой какой мастер откуда он справку получил господь справок не дает как вы знаете к матери приходила получать благословение на супружество молодая пара и оставила свой след вот мать говорит и они оставили в комнате некую витальную формацию пузырящуюся совершенно невежественную все пузырящиеся от радости жизни радости которая совершенно не ведает никаких трудностях ни о каких бедах и не только в отношении себя но и вообще это та радость жизни который говорит а мне все равно люди рождаются убирает жизнь коротка что же пусть она будет хорошей и это у меня вполне достаточно никакого ментального любопытства никакой потребности знать почему так устроен мир все это глупости нам не надо об этом заботиться лучше будем всем довольны будем развлекаться проживем жизнь так хорошо как можем и все то есть это молодая пара которая ваш раме жила так я понимаю с улицы к ней не приходят наверное кто-то таскать решил объединиться пришли к ней благословению получить ну к этому пожалуй на ничего добавить мать поняла что таких людей даже вокруг нее множество люди стремятся наслаждаться витальными радостями жизнь то есть если нет витальных удовольствий если нет этого витального запала и задора то люди вроде как и не живут ну нету жизни жизнь становится пресной и скучной такой духовной жизни и помыслов нет то есть люди стремящиеся к личному витальному счастью вскоре вскоре обязательно столкнуться со многими проблемами вот этого ветреного существования на витальном плане за все надо платить за все удовольствия за все радости жизни надо расплачиваться совершенно обратной стороной боестями печалями там болезнями разного рода психическим и физическим за это надо платить за это надо обязательно платить если их это именно то вот что в конечном счете с ними случится если это не подстегнет пересмотра своего взгляда на теперешнюю смертную жизнь то оставшуюся ее часть они целиком посвятят чему они посвятят косметическому ремонту фасады этой витальной жизни вот ее надо как-то подновить чат подправить и внешне подправить внутренне подправить то есть по сути этот фасад витальный он не клоны с годами ветшает витальный импульс уходит куда-то его надо как-то реанимировать искать таскать но каких-то разного рода новых импульсов чтобы витальную жизнь как-то активизировать то есть начинается вот это искать тягомотина да и подобные как у этой пары молодой как мать говорит жажда жизни вот эта жажда жизни который вот но жаждут этой живой жизни она паскудно скрывает себе что жажду смерти потому что это жажда жизни жажда смертной жизни жажда смерти это одно и то же то есть люди которые культивируют себе витальную жажду жизни они культивируют смертную жизнь все и остановит они об этом не думает но они и культивируют вот эта жажда витальной жизни жажда наслаждения то вот то что люди конечном счете или все человечество просто реализует из воплощение воплощение и участие то проявляется форме опасных игр вот как с этим молодым человеком экстремальные виды спорта вот эта жажда жизни витальная жажда жизни адреналин получить да и крайне полярность это визитная карточка нашей фальшивой витальной сущности вот мы жажда жизни в то же время там и уныние там и все остальное что сопутствует смертной жизни это одно и то же поле это одни и те же ну крайности вот этого витального существования дальше мать говорит что же делать со всем этим тормошить этих людей но они совершенно не способны выйти из этого состояния в этой жизни и вероятно потребуется много много жизни чтобы только пробудиться к потребности знать покуда они шевелятся и это не слишком болезненно они очень довольны хорошо покуда они шевелятся это не очень болезненно не очень довольны и это согласно человеческому мнению очень хорошие люди так вот незрелость душ плюс эгоистичность сознание со всеми вытекающими отсюда последствиями это самое пагубное из которых и самые пагубные из которых уподный отказ сознательно эволюционировать и нежелание знать свое истинное предназначение в мире то есть ведь не надо ничего не говорите я все знаю вот меня вполне удовлетворяет моя жизнь и сегодня во многом это определяет состояние человечества пиво с сосисками телевизор компьютер футбол там развлечений театр все больше ничего не надо у меня все в порядке не трогайте меня не торможите глупости не говорить и увы большинство людей при видимом активном шевеление они шевелятся они пребывают в сонном состоянии то есть это по сути живые трупы не случайно спасите в евангелие фомы сказал я пришел в этот мир нашел всех людей пьяными так они не перестанут пить вино вот вино это в витальных своих таскать развлечений они к духовной жизни не вернуться понятно вот вот это вино витальной жизни вот это опьянение витальной жизни вот это то что люди сегодня несут себе как их пробудите что им предложить все этим людям предложить но пожалуй только правильное духовное просвещение можно предложить можно сказать об этом вот сегодня время благоприятное наступила выбор в любом случае остается за этими людьми за очень хорошими по человеческим меркам людьми жизнерадостными жизнеспособными веселыми очень хорошими то вы хороший человек от не профессия если правильный выбор не сделать сейчас вот сейчас данный момент то завтра может быть уже поздно время такое вот сегодня можно опоздать можно опоздать и после вот одной из наших бесед на тему естественно сознательной эволюции ко мне подошла женщины явно витальные наружности заявила что она хочет встать на путь сознательной эволюции хочет спутаться сама вся витально но прям из нее из всех щелей это витальность вот прет так вот она сказала да и мне было понятно что она не по адресу пришла в общем то ясно что не намерение то не те которые надо на пути реализовать ее спросила чтобы хотите получить что она незамедлительно ответил успешность в работе любви и чтобы не всегда было радостно вот чё она хочет получить успешность в работе в любви что всегда было радостно вот то что она думает что путь сознательной эволюции ей все преподнесет было понятно что вот она такая она о другом ты не спросит но мне пришлось ее спросите она очень быстро это сформулировала таких людей тормошить бесполезно у них нет никакой потребности знать у них есть только витальной эгоистическая потребность без труда получить желание магия без труда и все я всем удастся это сделать ну где-то они думают в одном месте не удалось другому даст то есть они ищут направление чтобы без труда что-то витальной жизни своей прибавит но это отнюдь не означает что эти люди ну как бы бесполезно проживает дарованная господом жизнь что они ну некий балласт столик человечки это совсем не так совсем не так вот и перефразирую классика детского классика помните мама всякие нужны мама всякие важны люди всякие нужны люди всякие важны то есть у господа каждый человек на своем месте он выполняет свою роль понятно на это вот такого балласта нет незрелая душа недостаточно зрелые души душа не готовы и сознательно эволюционирует таких много то есть не все одинаковые в одно время включились эволюционный процесс по мере нисхождения людей в материальности или человеческий душ материальность ну росла численность населения наросла не так активно как сейчас понятное на эволюционный опыт не все проходили ну полноценно сейчас создается возможность более частых реинкарнациях топ пройти но до шестьдесятых годов населения было 3 миллиарда значит воспроизводство души очередь на это сам воплощение было сейчас может очереди уже нет или она небольшая то есть не все души проходили огранку в равной степени кто-то прошел ее большем числе воплощений кто-то имел меньшее число воплощений не все души одинаково включались эволюционный процесс не было физических тел понимаете да поняли почему то есть нет эволюционного опыта поэтому разные люди разная степень зрелости души как-то обвинять людей в том что они вот такие сякие церковь говорит что все одинаково что все изначально одинаково все в равных условиях позвольте не поверить если речь идет о духовной эволюции то душа должна проходить огранку ни в одной жизни ни в одном воплощении и мы сразу видим что есть души которые действительно имеют духовный талант они прошли полноценная грампа есть незрелая душ вполне незрелой вот то о чем говорит мать это люди которые мы живут витальной жизни в поле витальных вибрации они больше не могут выдать вот сейчас здесь в этом воплощении это так в первый раз где-то в теле было трудно удержать эту мощь эту силу сейчас же тело совсем ничего не чувствует для него это стало привычным возможно именно эта привычка и вырабатывается но если бы эта мощь присутствовала здесь все время боже милость вы людям надо было бы быть все время начеку ну на сказать что с какого-то время внутренние ощущения неиссякаемые благодатные силы которые присутствуют в тебе становится настолько привычным и не пугающим крепки тела как это было поначалу вот той своей давящей мощью что вроде бы с тобой ничего существенного не происходит вас некоторых пор сил те обрабатывать силы высокого качества накажешь с тобой ничего не происходит а сил в тебе работает она выполняет определенные работы и вот когда ты обретаешь полную энергетическую прозрачность или пористость или физическое твое тело обретает прозрачность новая структура расплывается в беспредельность вот и тебе доподлинно ясно что это сила проходит через тебя каким-то образом в тебе она трансформируется и ты становишься неким источником или генератором вот этих вибраций которые тончайшими струйками распространяются во всех направлениях куда-то в беспредельность и они куда-то идут эти струйки от энергии что-то они там делают ты не знаешь ты не желаешь знать но понимаю что то энергия которая трансформируется через твое тело она действительно и просто так куда-то пустоту уходит она действительно какие-то какую-то определенную работу выполняет то есть работа которая необходима для человечества при этом ты абсолютно уверен в ее заразительности в ее способности пробуждать человеческие сознания от спячки что эта сила действительно носит такой трансформирующий халактик и обладая этой силой ты ощущаешь что есть у тебя это силы ты ощущаешь что есть некая мощь но у тебя не возникает ни единой мысли чтобы направить эту силу куда-то адресно кому-то там ну например родственникам ближайшим что помочь найти вот как только ты ну у тебя у тебя возникает мысль куда-то ее адресно направить то это силы нет эго включается понятно все силы нет сила работает это только при отсутствии и она идет туда где она нужна если она нужна вашим ближайшим родственника туда пойдет если у них есть приемник они ее примут поняли ли но вы не можете адрес на ее никуда направить то есть вы на службе человечеству господа вы уже встроен эволюционный процесс а так хотелось бы своим близким родственникам тещи там помочь на немножко ну бывает а тощи тоже нормально я вот знаю тещу одно вот и взять и они на лыжах вместе катаются на месте на лыжах катается всего нет живут вместе точно хорошо готовить затем катается на лыжах я как на лекцию помидор об этом она так и она сидела но она также стеснялся вы чё ты стесняешься нормально значит взять какой-то теща такая что вот на лыжах вместе катаетесь поэтому и такой теща помочь можно правильно и такие бывают то есть интересные вещи так что адрес нас силует послать нельзя мысль мол не может промелькнуть на она не может быть как бы нацеленной на что-то она просто если на угодно богу это будет нет не будет лишь понимаете его на все его воли и как бы не сились не старались не выдавливали себя какой-то импульс куда ее направить если господа не угодно этого не произойдет понятно поэтому на все его воли от принципе если соблюдается значит все в порядке то есть вы поняли смысл духовной эволюции вы поняли что вмешательство это в любом варианте это всегда противоправно это всегда против божественного замысл а хотелось бы поначалу обладать какой-то силой чтобы влиять там на конкурента вот как черепа бинда то высказался очень неосторожно я считаю сказал что вот он когда была война вторая мировая что он там спасал там францию или россии что он там направлял куда-то силы это неправильно вообще говорил потому что не мог он ничего направлять если он был инструментом господь через него могла действовать села но это не его воля вы понимаете или нет и вот тем людям которые есть приверженцы или были перевернуты мишки рабинда это очень импонировало вот обрести бы силу чтобы влиять на конкурентов там по бизнесу ну например импонирует как-то хочется наверно ну коли он говорила я достигну такого сознания тоже будут отправлять куда там мне вздумается вот это очень опасное заблуждение то есть это неправильный посыл изначально ибо основа правильной духовной работы это только его воля ты не имеешь права вмешиваться ни в какие процессы то есть проводник и не более того если от энергии проводится через тебя в том направлении в каком необходимы ты это чувствуешь что это опять не твоя воля ты просто проводник и все как только возникает мысли что ты там что-то сделал ты куда-то что-то направил этой силы не будет если ты в момент когда она идет через себя так подумал либо ты лукавишь по прошествии постфактум такого быть не может если совпало допустим твоя эгоистической воли с тем что произошло это другой вопрос ты можешь подумать да вот я тут повлия бывает совпадает ясно тут тоже надо понимать вот интересные моменты поэтому вот то что касается силы которые вы обретаете действительно мощь которые вы ощущаете но вот не отношения от никакого не имеете может быть дальнейшем когда-то на другом плане бытия при соответствующей степени самостоятельности уже вашей в качестве но может быть какого-то духовного иерарха там на каком-то плане это будет как бы вашим но это опять не будет эгоистическим желанием это не будет продукт вашего эго потому что эго не обладает духовные силы это к счастью представляете если бы всех сегодняшних вот этих людей которые правят миром одарить той силой который подчинялась их эгоистическим импульсом писать чтобы здесь было даже представить трудно в этом происходит то что происходит